Здравствуйте, это Такая Жизнь. Эта история взорвала российский интернет и средства массовой информации, но точка в ней еще не поставлена. Видео, снятое в Краснодаре в начале марта, за неделю набрало полмиллиона просмотров. На нем припаркованы на встречной полосе черный Порш Каен и его хозяйка, обильно поливающая матом и сыплющие угрозы автору видеоролика. Когда ажиотаж вокруг этой истории достиг апогея, в дело вмешались правоохранительные органы. Они долго не могли найти владельцу иномарки Анну Миносьян. Тогда на ее поиски отправился мой коллега Максим Иванов. Вы лучше меньше накуривайте, когда рвот идет, как вы знаете. Хорошо, я приму ваше мнение. Этот ролик на Ютьюбе посмотрели более полумиллиона человек. Недавно Анна Миносьян прославилась на всю страну. Наркоман, отойди от меня, ладно? Раскрутил звезду Кирилл Киреев, автор нашумевшего видео. Данный автомобиль двигался по своей полосе и начал резко перестраиваться, пересекая ту двойную сплошную. Выехала сюда, она на встречную полосу бросила вот здесь свой автомобиль. Вышли две гражданки и пошли в магазин спортивной одежды. Оборзевшие, да? После возвращения из магазина героиня авторского фильма Киреева проявила невиданную экспрессию. Я, в отличие от вас, работаю. А я лучше работаю. Транспорт дают качу вам. Сотрудник ДПС по фамилии Пирогов вряд ли бы стал героем этой картины. Проехал бы мимо, мол, моя машина с краю. Но режиссер Киреев и его пригласил на съемки. Он просто ехал, мне пришлось его остановить. Он вышел, спросил, что авария. Я говорю, нет, не авария. Объяснил данную ситуацию. Вокруг собралось немало зевак, среди которых были и эти парни. Подожди, как раз, ну там топа сзади стояла. Лучше тут же тебе купи. После советов сменить обувь девушка хвасталась связями в прокуратуре и УПЭП. В ответ Киреев использовал свою связь с интернетом. И фильм с Анной в главной роли стал блокбастером. В кадр многого не попало, ее угроз. В кадр не попало, можете заключить? Когда мы зашли уже в арку, там сотрудник полиции составлял протокол. Угрожало нам расправой. То, что нас могут и убить, и так далее, и тому подобное. То, что нам остерегаться, ходить по улице. Это копия того самого протокола, который составил сотрудник ТПС. Черным по белому дорожный полицейский вывел. Водитель Минасьян допустил остановку в неположенном месте. Штраф полторы тысячи рублей. Гражданка, сразу понимая о том, что возможно она будет лишена права управления, свою вину, то есть момент управления данным автомобилем, она отрицала. Инспектор поступил в соответствии с законом, он возбудил административное расследование. На нее оформлено 9 штрафов, из них 7 не оплачено. Как бы сотрудник полиции это не проверил, он должен был сразу же задержать на сутки для составления административного правонарушения. И также за выезд на встречную полосу сотрудник ТПС не предпринял никаких действий, не оформил ни протокол, ни постановление написал. Вслед за видео в интернете появились фотографии с изображением знаменитого Порше. То тут, то там автомобиль Минасьян представлен в непристойном виде. Нарушения ПДД зафиксировали городские камеры видеонаблюдения и телефоны прохожих. Отец ее является хозяином интуриста. Много фирм у него, у ОООшных, это и транспортная компания, и Кварт-М. Это единственная транспортная компания, которой разрешено осуществлять перевозки детей. Живет она чисто на муниципальных заказах. Также Анна Минасьян является учредителем данной фирмы. В сети разразился настоящий скандал. Пользователи интернета не стеснялись выражения, говоря об Анне Минасьян и ее влиятельных родных. Кто-то предложил найти женщину в социальных сетях. И это оказалось несложно. Люди, во-первых, обсуждали. Это было обсуждение меня. Мои глаза, не глаза, такие, не такие, губы такие, не такие, силиконовые или какие. То есть кто-то говорил, косметология сейчас очень продвинутая, можно это и за сутки сделать, и поменяться в другой цвет волос. Знакомьтесь, Анна Минасьян. Нет, не та самая знаменитость на Порше. Девичья фамилия этой девушки звучит так – Минасьян. Именно эта разница в одной букве испортила ей настроение серьезно и надолго. Было страшно, потому что люди писали многое и разное. Кто-то писал, что да, надо найти, надо под подъездом подождать, устроить самосуд. Тысячи людей приняли ее за Анну Минасьян, почти полную тезку. И полагая, что это звезда Ютьюба, продолжают оскорблять ее до сих пор. Это ты овца накосячила на своей конченной машине. И пошли нецензурные, вот вы видите, слова. Но я просто, мне воспитание мое не позволяет такое-то все, вот видите. Сразу после инцидента настоящий Минасьян скрылась. Полиция занялась ее поисками. Но где прячется звезда на Порше, по сей день неизвестно. О, Боже, что это? Отправляемся искать краснодарскую знаменитость по городу. Там, где предположительно наследил ее Каен. Выясняем, проживает она здесь, в доме со скромным названием «Замок». Здесь же, вы знаете, живут очень многие, крутые всякие. Начинаем из прокуроров, бывших и небывших, и сегодняшних, и вообще. Это хозяйка магазина, который расположен под квартирой Минасьян. С окон бросается вот сюда, все. Тем более, когда праздники, видимо, там, ну, компания или еще что-нибудь. Поэтому все окурки, начиная от презервативов и кончая коробок от конфет. Стража замка на готове. Пускать чужаков, тем более журналистов, ей строго-настрого запрещено. Один из охранников все же признался, Анна Минасьян не появлялась здесь с тех самых пор, как проснулась знаменитой. Чудом пробираемся на территорию замка. И хотя дома Анна Минасьян не оказалась, узнаем много подробностей из ее личной жизни. Например, этой девушке новоспеченная звезда часто переезжает дорогу. Вы не могли вывезти ребенка своего в детский сад, да? Да, она была дома. Обитатели замка нашу героиню ласково называют Анечка. На этом, правда, все нежности заканчиваются. А вот тот самый Порше Каен, который, кстати, и здесь припаркован не по дворцовым правилам. Похоже, Анна отвергает все придворные законы. Ее соседи не раз просили полицию привлечь Минасьян к ответственности за нарушение внутреннего распорядка. Минасьян регулярно нарушает чистоту при домовой территории, выбрасывает бытовой мусор и средства гигиены из окон квартиры. Регулярно нарушает санитарное состояние лестничной площадки, холлов, лестничных пролетов. Разбрасывает бытовой мусор, в результате чего образуются посторонние запахи, грязь, портится общее долевое имущество. Систематически нарушает правила парковки и стоянки на внутренней парковке ЖК «Замок», создавая препятствия для парковки личного транспорта иных жильцов. В то, что Анна ведет себя именно так, ее подруга Мария отказывается верить. В тот мартовский день, говорит девушка, Анна Минасьян, возможно, встала не с той ноги. Оттого и полилась по улице Красной непристойная речь. Если бы не оскорбление об истории с внедорожником, публика бы так и не узнала. Наверное, у нее день просто не задался в тот момент. Где сейчас Анна, ее подруга не сообщила. Наши поиски зашли в тупик. Многие видели Минасьяна по телевизору, но вживую не приходилось. И далеко не все из запрошенных осуждают ее. Ну, она ответила этому мальчику, который снимал грубо. И что в этом? Возможно, спустя время ее забудут, и в «Зените славы» появится новый автомобилист. Он также припаркуется на своем дорогом авто, где придется, а после бросит в адрес прохожего угрожающее. Если хочешь, тебе наркоты подложат и посадят тебя. Главное, чтобы поблизости была включена камера мобильника. Максим Иванов, Самир Качаев, Александр Качеев, Геннадий Шапошников. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Вабанк» в Краснодаре каждую субботу. Смотрите в нашей программе завтра. «Казачки не плачут». На нашем канале стартовал романтический сериал «Маруся». Фильм в лучших традициях мексиканских теленовелл. Собирательный образ всего российского юга. Режиссер и актеры сериала о том, как его снимали. Эксклюзивные интервью. Об этом завтра в 8 вечера, сразу после программы «Факты». Это была «Такая жизнь». Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv-sobaka-mail.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»